На смену лампам накаливания и энергосберегающим газоразрядным лампам сегодня приходят еще более эффективные светодиодные светильники. Полная замена произойдет, как только они достаточно подешевеют. В этой коробочке установлены три светодиода – красный, зеленый и синий. Простейший светодиод излучает свет в узком диапазоне длин волн, и максимум его излучения не всегда приходится на видимую область спектра. Светодиоды бывают ультрафиолетовыми и инфракрасными. Этот светодиод состоит из подводящих электродов, светодиодного кристалла и пластмассового колпачка. Разберемся с тем, как он работает. По сути дела, это обычный диод, в котором имеется стык двух полупроводников с дырочной и электронной проводимостью. Когда на диод подано прямое напряжение, электроны и дырки движутся навстречу друг другу. Встречаясь на стыке, они рекомбинируют. Электрон переходит через стык и заполняет дырку. При рекомбинации высвобождается энергия. В некоторых полупроводниках – в виде светового излучения. Чем больше энергия высвободилась при рекомбинации одной пары электрон-дырка, тем короче длина волны излучаемого света. А как же тогда устроены светодиоды белого цвета? Такие, как в этом фонарике. Разве в их спектре не присутствуют все длины волн от красного до фиолетового? На самом деле, такие светодиоды являются синими или даже ультрафиолетовыми. Однако они имеют хитрую конструкцию. Здесь над светодиодным чипом установлен слой люминофора, который поглощает исходное излучение и переизлучает его в широком диапазоне видимых длин волн. Так получается белый свет. Лазерный диод – это специальный светодиод, создающий излучение очень узкого спектра. В красной лазерной указке сразу за лазерным диодом стоит короткофокусная линза, формирующая световой луч. А зеленая указка устроена более сложно – в ней установлен инфракрасный лазерный диод с длиной волны 808 нанометров. Этот диод накачивает первый оптический кристалл, в котором также возникает инфракрасное излучение, но уже на длине волны 1064 нанометра. В еще одном кристалле частота излучения удваивается и получается видимый зеленый свет на длине волны 532 нанометра. Дальше за кристаллами стоит оптическая система из нескольких линз и инфракрасного фильтра, через который проходит только видимый зеленый свет. Посветим лазерной указкой в небо. Даже у маломощной указки луч виден на очень большом расстоянии. Мы видим лазерный луч, потому что свет лазера рассеивается на микроскопических частицах и флуктуациях плотности воздуха. Однако почему весь луч кажется нам одинаково ярким? Разве его яркость не должна убывать с удалением? Чтобы разобраться с этим, рассмотрим два участка луча одинаковой длины, один из которых удален от нас два раза дальше другого. Общая световая энергия, приходящая в наш глаз от дальнего участка, в четыре раза меньше, чем от ближнего. Однако геометрические выкладки показывают, что угол, под которым мы видим дальний участок, в четыре раза меньше угла, под которым виден ближний участок. Поэтому из одинаковых углов зрения к нам приходит одинаковая световая энергия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова